В небольшом помещении для пресс-конференции в Доме Стэндбека и журналисты, и министры носят маски. Члены кабинета снимают их только на время выступления. Представители прессы надеялись, что сидят сегодня в маске в последний раз. Увы, несмотря на все общие ожидания, пока тема осталась открытой, хотя министр здоровья и труда Тан Эль Киик заверил, что в апреле маски, скорее всего, перестанут быть обязательными. В повестке дня заседания правительства было 13 пунктов. Один из них был посвящен символике, используемой российской стороной для пропаганды своих действий в Украине. Скоро россияне и значительная часть жителей нашей страны будет отмечать 9 мая. ООН объявила и 8, и 9 мая днями памяти. Но если официально в Эстонии 9 мая отмечается как День Европы, то русскоязычные жители в Таллине в этот день несут цветы к бронзовому солдату и поминают погибших. Правительство опасается возможных провокаций, поэтому решило принять определенные меры. Но главное, никакая символика запрещена не будет, как не будет и запрещено возложение цветов. Надо держаться в стороне от провокации, надо понимать, что происходящее событие бередят старые раны. Никто не запретит поминать своих близких, погибших. Но это надо делать без использования символов, просто мирно отнести цветы к подножию монумента, если есть такое желание. Но сделать это индивидуально, не в групповом порядке, не в форме акций или демонстраций. Правительство очень рассчитывает на здравомыслие жителей страны, ведь они уже проявили его в период коронакризиса и локдауна. Большая ответственность ложится на полицию. В кабинете одобрили несколько поправок, которые создают для органов правопорядка юридические рамки и позволяют принимать определенные меры, в том числе и штрафы. Использование враждебной символики станет административным нарушением, лишь в случае, если целью ее публичной демонстрации является поддержка или оправдание агрессии, а также запугивание и унижение других людей. Список конкретных символов не составлен, но понятно, что речь идет в основном о букве латинского алфавита «зет». Правительство очень надеется, что в большинстве случаев полиция сможет ограничиться замечаниями. Поначалу может быть сложным провести грань, где складывается опасная ситуация, а где нет. Но, например, если кто-то сложит георгиевскую ленточку в форме буквы «зет» и демонстрирует это в центре города, то это раздражает людей, и это однозначная ситуация. На то, чтобы правильно проводить грани, понадобится время, нужна практика. У нас есть месяц, чтобы подготовиться к конкретному событию. Провокаторов мы видим уже сейчас. Полиция реагирует, но может лишь проводить беседу. Но в определенной ситуации могут понадобиться иные меры. Правительство также предполагает, что в нынешнее напряженное время не следует проводить шествия, митинги и другие публичные акции. Надо понимать, что в свете коронакризиса и порожденных им проблем любые провокационные действия могут легко воспламенить людей. Кабинет одобрил и другую поправку, запрещающую вступление в ряды вооруженных сил агрессора. Закон также будет распространяться на деяния, совершенные за пределами Эстонии, если их совершил гражданин Эстонской республики, человек, имеющий здесь вид на жительство, а также зарегистрированное в Эстонии юридическое лицо. Михаил Лисарев, Петер Иолевайн, Новости Таллина.